Джазовая музыка Джазовые пьесы в стиле свинг, бит-боп получили огромное распространение и исполнялись практически всеми музыкантами того времени на разных праздничных заводских вечеринках, в клубах, на танцплощадках. Это было повальным явлением того времени. Эта музыка, конечно, трансформировалась у нас в виде песен советских композиторов, а также в виде танцев, таких как буги-вуги, рок-н-ролл. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. В 61-м году был снят художественный фильм «Человек-амфибия», а массовый показ в кинотеатрах этой картины был летом 62-го года. Интересно то, что сценарий этого фильма пролежал на пыльных полках студии Лимфильма целых 10 лет. Великолепный актерский состав, замечательная музыка композитора Андрея Петрова – все это подняло рейтинг картины на высочайший мировой уровень. А молодой, еще никому неизвестный актер Владимир Коренев после этого фильма оказался наипопулярнейшим и знаменитым. Ну а вот твист запрещался. Это до сих пор у нас такая болезнь, запреты, понимаете? Мы до сих пор болеем этой болезнью, и поэтому все хорошее к нам приходит с огромным опозданием. Что касается твиста, он также получил распространение в виде песен советских композиторов, и поэтому мне хотелось бы поговорить о жарком лете 1963 года. Это замечательная певица Тамара Мянсарова. Обратите внимание, как она очень ненавязчиво, аккуратно показывает, как бы намекая нам, что это танец твиста. Если бы она сделала это очень конкретно, нарочито, наверняка эту песню бы запретили. Песенка эта была польского происхождения, только текст был написан на русском языке. Руди, 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 Рыкс, а по-русски Рыжик, Руди, 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 Рыкс, подойди поближе. Вот такие слова. В то время на советской эстраде появился яркий, обаятельный певец из Азербайджана Муслим Магомаев, обладающий красивым, насыщенным, мощным тембром голоса. Песня Арноба Баджаняна «Лучший город Земли» с очень большими трудностями получил разрешение на исполнение в радиоэфире, а также допуск в граммзапись. Министром культуры СССР в то время была Екатерина Фурцева, которая строго следила за репертуаром всех и вся, и всячески старалась оберегать театр, кино, эстраду от плетворного влияния Запада. Наша эстрада в то время все-таки значительно уступала полякам, чехам, немцам и особенно Югославу. Певец Джорджи Марьянович был у нас в те годы очень популярным, а эта песня звучала ну просто повсюду, летом 1963 года. Опять от меня сбежала последняя электричка. Эта дебютная песня никому еще неизвестного молодого композитора Давида Тухманова в исполнении певца Владимира Макарова также стала популярной в конце 1963 года. Здесь я хотел бы заметить о качестве песенных текстов. Вы бы сегодня сказали так «Я метнулся к вокзалу». Согласитесь, это чепуха. Тем не менее, это бич советской эстрады. Такие вот стихи для песен. И тем не менее, в этой песне есть главное настроение. Зеленый свет светофора зависел всегда у нас, только от протекции. «Каникулы любви» – это песня японского женского дуэта «Пинанс», вышедшая в 1963 году и получила высокую международную популярность. Авторы песни – Хиросима Миатана и Токига Иватана. Уже в 1964 году она была издана в СССР, всесоюзной студии громзаписи «Мелония». В третьей части сборника, который назывался «Музыкальный калейдоскоп» и пользовался огромным успехом. А позже поэт песенек Леонид Дербенев написал текст на русском языке к этой песне. Так появилась новая песня – «У моря, у синего моря», которая тоже получила достаточно широкую известность в нашей стране. Ну и в заключение я хотел бы искренне всех вас поблагодарить за ваше внимание. Пожалуйста, смотрите мои свежие выпуски моего журнала. Подписывайтесь, желательно подписывайтесь на моей странице в YouTube. И, как всегда, ровно через неделю будет очередной выпуск журнала «Юзык Скай». Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»